В Сергиевом Посаде сотрудники полиции изъяли наркотическое средство. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Сергиево-Посадскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов, расположенных на улице Воробьевская города Сергиев Посад, по подозрению в хранении наркотических средств установлен и задержан 39-летний местный житель. В ходе личного досмотра у гражданина сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток. Внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством метилофедроном массой 0,47 грамма. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подкиски о невыезде и неодлежащем поведении. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции провели акцию «Знакомьтесь, профессия эксперт-криминалист». Сотрудники экспертно-криминастической службы ОМВД России по Сергиево-Посадскому району провели акцию «Знакомьтесь, профессия эксперт-криминалист» с воспитанниками детского лагеря. Цель данного мероприятия – знакомство с деятельностью полиции, экспертов-криминалистов, расширение кругозора в области закона и правопорядка. Ребятам показали специальное оборудование эксперта-криминалиста и провели мастер-класс по обнаружению отпечатков пальцев, а также продемонстрировали, как происходит процедура дактилоскопии. В ходе беседы эксперт-криминалист рассказала детям о том, что данная работа требует аналитических способностей и внимательности к мелочам, которые помогают раскрывать преступления, а также ответила на все вопросы детей и рассказала много интересных историй из своей деятельности. В завершении данного мероприятия присутствующие поблагодарили полицейских за экскурсию и сделали общую фотографию на память. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции изъяли героин. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов, расположенных на улице Воробьевская города Сергиев Посад, по подозрению в хранении наркотических средств установлен и задержан 43-летний местный житель. В ходе личного досмотра у гражданина сотрудниками полиции был обнаружен изъят бумажный сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством, героином, массой 1,51 грамма. По данному факту, отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и психотрофных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Напоминаем вам, что в период с 19 по 28 августа 2019 года на территории Сергиево-Посадского городского округа сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие МАК. Цели и задачи мероприятия – выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов МАК, конопли и других растений, содержащих в своем составе наркотические средства, а также перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, выявление и задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков. Если вам известно что-либо о местах вероятного потребления наркотических средств, о лицах, потребляющих наркотические вещества, о лицах, осуществляющих выращивание наркосодержащих растений, просим вас незамедлительно сообщить дежурную часть ОМВД России по Сергиево-Посадскому району 8 496 540 18 39 или 112.